Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Грех ли бояться ада? Если ты превращаешь жизнь других людей в ад на земле, и ты считаешь, что это нормально, идти по трупам по карьерной лестнице, за счёт других людей улучшать своё материальное благополучие, пользоваться своей должностью в корыстных интересах, делать только за деньги то, что я должен делать бесплатно, воровать, лгать, подставлять. Я уже молчу про физическое устранение конкурентов, которое тоже бывает. Так переживать нечего. А если ты так живёшь, то ты уже в аду. встаёшь с утра такой, смурной лицом. Ничто тебя не радует. Ты уже в аду. Ноешь, ворчишь, видишь только плохое. Всё тебе не так. Видишь что-то хорошее, говоришь, ну не всё так просто. Услышал о каком-то достижении. А вы знаете, какие средства положили на то, чтобы достичь этого. И во всём хорошем ищу что-то плохое. Кто тебя хочет порадовать, тебя чем-нибудь. А ты вот находишь что-то такое, что обесценит эту радость в глазах собеседника. И всё тебе не так. Всё тебе плохо. Все враги кругом. И ты бы мог достичь многого. Но тебе не давали распоравить твои крылья. Вот ох, сейчас бы Сталина вернуть. Ох, сейчас бы там пройтись репрессиями там по всем. И сам проходишься в меру своих административных возможностей. Так устраиваешь там маленький террор на вере на тебе территории. Вот ты уже в аду. Но если приходит на ум, так, слушайте, что-то не хочется мне коротать вечность в аду, то надо что-то делать, чтобы туда не попасть. Попасть туда очень сложно, на самом деле. Потому что Бог будет искать возможность, как тебя спасти. Надо, конечно, сильно-сильно нагрешить огромному количеству людей, испортить жизнь, чтобы прямо тебя испепеляла Божья любовь. Чтобы от раскрытия всех твоих грехов и твоей сущности настоящей на страшном суде было так стыдно, чтобы тебе хотелось спрятаться от всех. Чтобы количество слёз из глаз людей, которых ты унизил, оскорбил, уничтожил, просто утопило тебя. Поэтому живите так, чтобы туда не попасть. Чтобы это не сделать частью своей жизни. Живите так, чтобы о вас говорили. Вот обнимешь его и согреешься. Луч света в тёмном царстве. Человек, который всегда поможет, утешит, возле которого легко и приятно, и все твои собственные переживания, страхи и опасения уходят на второй план. Молитесь Господу Богу, причащайтесь. Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы произошло с вами. А делайте то, что хотели бы и для себя. И будет вам счастье. Будьте со Христом. Где Христос, там рай. Там Царство Божие. А где его нет, там ад. Будьте с ним, и всё будет хорошо. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...